Всем привет! Добрый день еще раз! Здравствуйте! Наши встречи установлены с такой доброй традицией Есть три вещи, по которым я сюда приехал Первое, потому что я дал свое слово, что я сюда приеду И второе, без всем уважения к моим бывающим братьям Но я приехал сюда не из-за них, а из-за вас Я стараюсь посещать все эти мероприятия, где спасаемые дети Я всегда говорю, чужих детей не бывает Я знаю, насколько важны эти встречи Потому что любой спортсмен, любой успешный человек Он начинает в высоких шагах, как вы начинаете сейчас Никто не становится сразу профессиональным футболистом Никто не становится сразу профессиональным спортсменом Профессиональным бойцом, бойцом Все начинают проходить вот с этим капом, в котором вы начинаете участвовать Это очень важно, что такие мероприятия есть Надо поблагодарить ваших руководителей, ваших отцов, ваших родителей, ваших матерей За то, что вам предоставляет такую возможность Я сам поделюсь с вами, чем могу, чем вам будет интересно Что узнать в спорте, в футболе в основном, где я вижу все футболисты Все хотят стать футболистами Подскажу вам, как правильно действовать, как неправильно действовать Но всегда говорю, что ни один футболист не становится без тренеров Без усердия, без прикладывания к их усилиям Даже если у тебя есть талант, если ты не будешь его шлифовать Если не будешь на нем стараться, если не будешь работать А если на этом таланте будешь лежать на диване, ничего из себя не выйдет Поэтому я рад вас всех здесь видеть, рад пообщаться с вами Я надеюсь, польза будет от нашего разговора Вот так во дворе начинал футбол играть Потом потихоньку попал в специализированную школу Я тут началась моя карьера Но я никогда не думал о том, что я стал персональным спортсменом Просто я любил играть в футбол И вот так оно затянуло И потихоньку-потихоньку стал отдавать себе полностью футбол И где-то что-то получилось Стал персональным спортсменом Играл там по 6-0 И так, так же как и вы Начинал с таких вот такого годочного десятилетнего и семилетнего года Начинал А вы говорите, те устои, которые сейчас И те устои, которые были у вас Есть ли разница и в чем она заключается Какие устои были тогда? И какие устои сейчас? Ну если я расскажу вам, какие условия были у нас Тренироваться и играть Они не видели или не знают Наверное, они сомневались Какие видео или фото материалы Какие у нас были условия Те, что условия, которые у вас есть Вы ни о чем не думайте Только о том, что тренироваться и играть Мы думали о другом вообще Где достать поле Где достать мяч Где достать кеды Такой нехороший факт из своей карьеры Я скажу, что нам иногда приходилось За то, что кеды быстро влалились Потому что мы играли на асфальт И как мы и заиграли Как и два на поля А приходилось там Не буду говорить Где? Кеды доставать Поэтому У вас сегодня есть все условия О том, что Учиться Тренироваться И играть Учиться Тренироваться И играть Да, у вас есть много соблазнов сегодня У нас такие соблазнов, как у вас сегодня есть У нас такие соблазнов не было У нас было там Футбольная площадка Мяч, школа И все У вас сегодня есть Граджеты Компьютеры Телевизор Много информации Интернет Это все Но если вовремя И если определенное количество Уделять силы понемножку Я думаю, этого можно сделать Тренироваться Тренироваться А теперь мы Хотели бы познакомить Тренироваться Мы его поймали И он сказал Специализированная Футбольная школа А как Вы туда попали Тренироваться Получается Вас где-то увидели И как это произошло Расскажите Это элементарно было Мой первый тренер Тренироваться Он как ходил Он как собирал ребят Он приходил в обычные школы Подходил к этому Учитель по физкультуре И спрашивал Есть ли ребята Которые там Могут на мячу попадать Которые любят футбол И вот Наш Учитель по физкультуре Он назвал меня И еще троих Четырех пацанов С нашего класса Которые сказали Вот эти пацаны Могут потом В футбол играть И мы поговорили с лидером Он сказал Приезжайте в школу Через школу Через школу Через школу Да Через школу Через школу А вы участвовали в школьных соревнованиях? И это Которые Обязательно Таких школьных соревнованиях Там Чебан Школа Самые Любимые Два набора Так Ну конечно Всем интересно Шамиль Гаджевич Ваша профессиональная карьера Потому что она Богатая Насыщенная Там И Большие звезды И Большие тренералы Расскажите Как Вы Вознакомились Уже Сразу Скажем С профессиональным футболом Какой это был Первый клуб Какой это был Этап Сколько вам лет было Когда вы Очутились в профессиональном клубе Расскажите немножко вот эти Ну в профессиональном футболе Я попал Довольно-таки По нынешним меркам В позднем возрасте У меня было лет двадцать Наверное уже Я услышал что Махачкалей Динамо Динамо Махачкала Были просмотры Я пошел на просмотры Пошел в просмотр Подписал свой первый Профессиональный контракт И вот с 2000 года У меня у нас Профессиональная карьера Потом по этапу Пошел Динамо Махачкала Вторая лига Потом Перешел Оттуда В Анжи Не перешел Точнее Мои танцы Перешел В Анжи Перешел В Краснодар В Анжи Перешел В Анжи Что менялось Во-первых Из зоны Концов Во втором дивизионе У тебя все получается Ты переходишь в первый дивизион В первом дивизионе У тебя не все получается Но для этого что нужно Стараться Тренироваться Трудиться Потому что с каждым переходом Я переходил в дивизион выше А там и условия И требования Всегда были выше И тяжелее И если все получалось У вас не старался Прицарался Приходилось Стараться Трудиться И через Синий Труд Опять отзывался Трудиться Если у вас Мечта Есть профессиональный футболист Если у тебя есть мечта Двадцать лет Стать профессиональный футболист Ты тоже не мечтай Это уже Тебя цель И ты потихонку Идешь к ней Сегодня ты Вот здесь Ты сегодня Можно здесь Показать Твой результат Я всегда Я помню слова Которые мне сказали В 19-18 Это Такой специалист Футбольный Он сказал У тебя есть Перспективы Играть на высшем Команде Премьер лиги Но чтобы куда-то Добраться Чтобы там Играть Ты должен показать Что ты здесь Лучшийся Очень большая Проблема Молодежь Которые говорят Что у тебя ты хороший У тебя есть перспективы И он вот этим Перспективами ждет Когда он попадет В первую лигу Или сборную Нет Если ты здесь не будешь Лучше Попал ты в команду Второй лиги Должен Попал в первую Показать В первом Движении Что ты лучше И вот так Только так Ты попадешь А если ты попал Во второй Движении Будешь мыслями Что я должен играть В премьер лиге И вот сейчас я буду здесь Дурака валять Попаду в премьер лиге При глубоко ошибаюсь И вот так и останется Во второй Два Два Три А через три года У нас есть гости Шамиль Шамиль Евгеньевич У нас есть гости Какие игры там были Я знаю Кавказское дерби Оно бывает Такое серьезное А вы играли в разных Кавказских командах Расскажите пожалуйста Какие памятные матчи Салютиком Я уже знаком Я выступал на этом Финальном матче В этом году Да Я их поздравлял Чемпионов Мне там даже Пару играть Погравилось Играли в этой команде В плане Кавказ Осетия Она всегда ставила И борца И футболисты И все полные чемпионы Кавказе становилось Чемпионом Мы болели Мы переживали Наши соседи Кавказская команда И я всегда говорил Что по халам Кавказские ребята Никому уступают И одно время Был период Что подхажет Кавказские команда В премьер-лиге Было смыслово Помню Что сборная играли И Гавдуловы И все Поэтому очень много А Поэтому вам Создают условия Для того Чтобы вы Играли Играть на самом высоком уровне В этом году В следующем году Надеемся Что у вас будет цель Чтобы попасть Это очень хорошо Играть команды Кавказские У вас будет цель Попасть В Аланию Но это не подникальная цель В Алании Есть бонная Есть международный Клуб И застараться А попасть Я помню У нас были Обесточенные игры У нас с командами В Осетии Это было раньше Вы наверное Можете еще не помнить Это был Автозор В Владикавказ Это был Перестон В Владикавказ Это была Алания В Владикавказ Это команда У нас очень много друзей В Осетии играет Поэтому Я всегда рад Когда У нас в команде Даже были Остинные У меня очень дружился Это все Поэтому Я вам пожелаю Чтобы удачи Стараться Вам Во все для этого есть Для вас У нас здесь Такая небольшая проблема Важно Важно Насколько Важно Своевременный Полноценный Сон Я вам сразу скажу Что Ребенок растет Если он поспал с 9 до 12 часов, он должен спать. Вы на этот период выделяете какое-то число, которое способствует развитию, способствует росту ребенка. Поэтому очень важно, чтобы вы хотя бы до 10 часов прийли. Почему я всегда приветствую такие мероприятия, когда в лагерях это все? Потому что дома родители немножко жалеют своих детей. Там он еще поиграется, там все или все. А когда у таких людей есть режим, есть дисциплина, есть требования, он окажает характерный мальчик, и он привыкает к этому режиму. Потом он после таких лагерей приходит домой, и когда он уже сам приходит в режим, он своим примером показывает, что 9-10 часов, я хочу спать, и он этот режим. И даже в семье он может поменять режим. У него есть младшие братья, у него есть наши сестры, которые любят на него смотреть и следовать его положительному примеру. Поэтому я всегда говорю, что для этого очень важно до 9-ти, и желательно до 10-ти часов речь спать. Николай Ильич, мне здесь я кое-кто не поверил, но я бы сказал, вы сами можете спросить. Вы играли с людьми, которые всему на свете занимались. Это Роберто Кауэллс, это Самболин Боу. Кто не верил, ребята, вот сейчас он подвергнет. Там есть паники, ребята у нас, они говорили, нет, Мурат Рокузович, вот сейчас он расскажет. Какие это люди, чем они отличаются вообще? Расскажите, пожалуйста. Вы жили с ними, как вы играли? Какие это люди, какие это профессионалы, в общем, пару слов о таких людей? Это обычные люди, такие же, какие мы с ним. Ничего нет, вот я с ним там был, на одевалке был, до одной столовой, сидел, кушал. Ни у кого три ноги не увидел, ни у кого две головы не увидел, ни у кого два четырехи не увидел. То же самое, что у нас есть, то же есть у них. Все они так же, как и вы, начинали футбол в одном маленьком возрасте. Все, как они, они все так же говорят, что я трудился, старался. И почти все, получается такая тенденция, почти все профессиональные футболисты на поддакшир, больших высот, они почему-то, я не знаю, из бедных семей. Это о чем вы, о том, что у них чего-то не хватало, и они хотели это сделать, и старались, еще больше старались. А в том, в плане, что они вот выросли, допустим, они попали к нам в профессиональную команду в 30-летнем возрасте, и они так же все хотели выигрывать. Я помню, допустим, самого Литвова, он никогда не хотел выходить с развивалки с тренировки, когда он проигрывал. Стренер знал, допустим, если Литвов проиграл сегодня, что у него не будет настроения, поэтому время специально добавлял, 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 пока Литвова команда не выиграет. Это что, это все, это все его стремление, и поэтому он добивается таких больших результатов, потому что он всегда хочет победить. А в основном все такие же ребята, как и у меня, такие же люди, как и у меня. Вы же помните то звездное время, вам же помните, какие футболисты играли? Вот, мое мнение, я как-то на прошлом сборе услышал, как у меня было, что кто из легионеров на самом деле был, ну, можно сказать, профессор, и кто его впечатлил, удивил. Я вот хочу, чтобы кто-нибудь из вас, кто был в прошлом году, помнит он кто? Диара. Вот, касается, Габи Алиш, расскажи, пожалуйста, чем тебя так поразил Диара, почему понравился именно он, вот в плане футбола тебе? Не, ну понятно, что у нас играли мастера высокого класса, все знают, допустим, Роберто Карлса, все знают, это вот, там, Бусуха, это все, но я всегда особняком лежу в Асанаде Ара. Этот человек на поле, я от него никогда не слышал там, даже не подсказывал он никому, но он всегда работал за двое, за трое. Своим отношением к работе, он всегда, один из первых приходил на тренировку, один из последних уходил от тренировки. Своим отношением, я часто с ним складывался, потому что в центре поля с ним не играл, он всегда неуступчив был, всегда в любом, в любом микроэпизоде даже, в любой микро борьбе он старался победить. Вот это его, наверное, его это заслуга, и поэтому он дать был с таких высот, поэтому он играл в сборной Франции, играл в Реал Мадыр, играл. Вы как знаете, в Реал Мадыр там хвостак, куда никто не попадает. Это мастер был такого высочайшего класса. Раджи Алиич, а расскажите, пожалуйста, первую тренировку Карландиара. Я всегда это вспоминаю с историей, потому что у нас почти все играли в сборники, и они часто уезжали по своим сборным, и мы оставались там один дагестанцы, и там это команды, игроки, которые не попадали в сборную с троей стороны. И вот как раз Диара в это время приехал, и он в сборную не пригласили, он приехал к нам в команду, и так получилось, там у нас 5-6 человек, и Диара попал к нам в команду. Мы играли там в А3, на 3, на 4 играли, играли малые игры. И вот я помню момент, когда Диара получил мяч, и мы с А3 бегали за ним, и у него мяч не могли отобрать. Это было тогда уже я понял, что это игрок высочайшего уровня. Да, вот видите, ребятки. А на тот момент, когда Диара переходил, он же из Реала перешел. Когда он из Реала переходил, тогда был в Реале тренер Жозе Маурино. Знаете же? Да. Помните, там был крайний защитник Фабио Коэнтрао? Португальец. Вот, когда Диара перешел, Коэнтрао сказал, на сборах, перед переходом в Анжи, Диара был в Реале просто самый топовый, самый сильный футболист. В Реале он был на то время самый сильный. Думаю, мы с гостей начнем. Ребятки, есть вопросы? Да давайте по очереди поднимем. Вот, Миртали Азида, главный тренер футбольного клуба Олимпийска. Скажите, пожалуйста, как справлялись с давлением в дебютный матч в Кемер-лиге? С кем был этот матч? И, пожалуйста, скажите, кто был самым неудобным защитником или футболистом в команде соперников? Спасибо. В дебютный матч, помню, я туда играл в Тереку Розной. У нас первая игра была в Розном. С крылья Совета Самара, к сожалению, она была неудачной. Мы в 3-0 проиграли. Но все равно после 100 лет футбол вернулся в Розный. Поэтому это был праздником. Немножко с минусом, то, что проиграли. Ничего страшного. Потому что ты, сколько мне лет, 27-28 лет, довольно поздно в возрасте я попал в команду в Кемер-лиге. Но все равно это уже новые ощущения, новые требования. Из всех, допустим, игроков, которым мне приходилось играть, я думаю, самый неудобный был, наверное, это Игнашевич. Хоть он и не быстрый был, но он довольно-таки грамотно занимался позицией на футбольном поле. Иногда вроде бы ты опережаешь его за счет своей быстроты или что, а он за то, чтобы правильно выбирал позицию, он всегда оказался быстрее на мячей. Поэтому один из самых... А с давлением, это самая большая проблема, как бороться с давлением перед играми. Я всегда говорил, что футболиста отличает, допустим, от других футболистов тем, что он в матчах высокого давления, он хладнокровен, он спокоен, он не нервничает, он не суетится. Как это сделать? У каждого разные есть способы. Кто-то, допустим, спит перед игрой, кто-то, допустим, книжку читает, кто-то там... А если там... Я часто видел людей, допустим, я там перед игрой захожу, он в душ заходит и холодный душ принимает. Я говорю, что с тобой? Он говорит, немножко трясет перед игрой, поэтому вот так он справлялся со своим давлением. Поэтому каждый должен выбрать себе, допустим, какой-то метод, чтобы он справлялся с этим давлением, и не зацикливаться. Не надо, допустим, в день игры с утра переживать об этой игре. Спокойно, трясся, зашел ты в раздевалку, достался за час, час до игры, тогда ты уже начинаешь потихоньку настраиваться к игре. Не надо с утра, потому что часто, когда бывает с утра, начинают готовиться к игре, он перегорает и выходит на игру, и уже он устойно надо задать. Поэтому прихожу в свой метод, есть, как бы он под представлением. Какой был самый дорогой контракт ваш? Самый дорогой? Как? Дорогой. Самый дорогой контракт, это когда, когда был жив, пришли вот эти звезды, когда там никого не обижали. Слушай, как вы настраивали себя на игру? Настраивал на игру? По-разному бывало. Бывало, часто бывало, что выиграл соперника, кто против тебя будет играть, понимал, какие защитники против тебя играют. Старался там за день, за два дня до игры постоянно посмотреть, какие сильные качества у соперника, быстрый он, небыстрый. Как его легче обыграть, вправо или влево. Вот так настраивался. Давай, Дональд. Ну, в всех командах вы играли по 10-м номеру. Не, разные-разные номера были. 10-й был, и 33-й был, и 17-й был, и 99-й был. Поэтому... Ваш самый красивый гол в карьере? Самый красивый гол в карьере. Ну, все, наверное, помнят. Я знаю. Все не знают, но, наверное, Расул Фланович знает. Ну, мне понравился гол за Терри. Это ворота Зенита, наверное. Да, когда по флангу убежал, весь Петербург обыграл и забил. На тот момент от одного из лучших... На тот момент и как раз вот-вот был уже почти вызов сборную России. Должен был быть, но почему-то... Почему-то там много факторов, наверное, что-то влияло. Ну, я бы еще вспомнил гол. Он и красивый, потому что... Азер Атмар? Да, это был... Ну, в Лиге Европы надо вратаря перегинул. Кто видел этот гол, ребята? Я! Есть такие? Кто? Садокрест не было. А, садокрест не было. Видел? Чего видел? Да. Ну, мы, да, Ливерпуль, я думаю. Потому что там поставили, что-то рекомендует Суады, Джерард. Я думаю, это самая сильная команда, которая играла. В тех командах мы играли по 99-м каким номером? По 99-м я играла команда Банжит, но это еще было до времен, когда я взял Афтейд Риминаев. То есть, когда мы играли в первом дивизионе, тогда я играл по 99-м. Десятый номер был занят, поэтому я взял в 99-м. А с любых футболистов вы еще брали пример, кроме делами? Ну, вот СТО можно было взять пример, потому что он никогда не любил проигрывать. Хорошее качество, когда никогда не любишь проигрывать. Жиркова, Жиркова можно было взять пример. Как раз у него вот это давление, которое перед играми было, для него там не было разницы. Приглашали ли вас в Европейскую пробу? Не, Европейскую не приглашаю. Почему? В Голландии. Вот же, а теперь это слух говорили, может, разведите. Ну, я так слышал. Я, я, я... Вильям 2, да? Я не слышал об этом. Я просто услышал, что в Голландии... Давай. Сколько вы голок максимум забивали за один мальчик? Ну, в премьер-лиге мне удалось адресской трик сделать. А в первой лиге, в первой лиге даже там, ну, по одесской команде адресской, там, 4-5 голов задевал. Ну, официально, если взять, в премьер-лиге три гола, адресской трик сделали. У меня, если можно, один мальчик сказал, задайте выбору отдувать. Я не хочу представить, забивали ли вы сами себе? Не, в профессиональной карьере я не помню. Я же на Патавище играл, я там возле своей... Я не буду никогда в чужую свою штрафную приходить. Какой был клуб, в котором больше всего вам платили? Больше всего черт. Зарплата какая в какой клубе зарплата? Зарплата какая надо говорить, да? Банжи были больше всего, которые вам платили. Сколько? Сколько? Потом после этого подойдешь, они опять скажут. Ты уже задавал. Давай дальше. Давай, спрашивай. Какой вы позиции играли? Я играл в полу защитника или нападающего. Для меня принципиальной особой разницы не было. Очень-очень долго продолжаться. Мы можем до утра сидеть, говорить о футболе, тем более с человеком, который, можно сказать, видел все в нем. Но у нас своя работа, у него своя работа. Я вам опять-таки повторюсь. В любое мероприятие, которое мы всегда проводили, мы приглашали сюда и официальные лица нашей республики, и еще и именитых футболистов. Но Шамига Аджи Алиевича, это один из тех, который, где бы он ни находился, что бы он ни делал, он все бросает, не приезжает к нам. Приезжает не к нам, приезжает к вам. Потому что любит он вас, любит вас, детей. Поэтому те слова, которые я больше всего хотел бы, вот он уже два раза, второй раз приехал, то, что он говорит, берите себе, запоминайте, ребята, применяйте. Берите эти инструменты, они на самом деле очень полезны, ребята. Мы, в свою очередь, Шамиль Горби Алиевич, знаем, что ты очень умный футболист, очень умный человек, и любишь играть в шахматы. И специально из Афганистана, афганская кость, Аджи Алиевич, тебе приготовили, мы в шахматы. Приезжайте за здоровьем, за радость. Открывайте, условно. Ручка есть, да? Ручка есть. Ручка есть. Гаджи Алиевич, автобиа. Трицепь. Что вам передаем? Я вам дам, потом. Передай золото. Шамиль. Во. Ты тоже шамиль? Не себя, я себя. Не, больно же. Отвечай, я побежал. Нет. Отвечай. Ты шамиль. Ча. 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 Ча.